Всем привет, друзья! Это канал Первый Уровень, и мы продолжаем проходить Call of Duty первую часть, и на пути нашем теперь миссия на танках, насколько я понимаю, судя по всему. Про неё тоже нам писали наши зрители. Будет интересно посмотреть, как она вообще реализована, и я надеюсь, что я всё-таки её пройду, несмотря на то, что я сейчас записываю супер ночью, в рабочий будний день, и, к сожалению, не всегда времени есть, но всё-таки сохраняю расписание, и всё время видосы выходят, так что поддержите лайком, если несложно, там подписка, если вам интересно следить за каналом. Так что давайте почитаем немножко брифинг, что тут вообще творится. Мы почти подошли к реке Одер, а оттуда не менее 70 километров до логового фашистского чудовища. Некоторые члены наших танковых экипажей признаны ветеранами Курской битвы. Они поведут нас к Одеру. Однако квалифицированных танкистов нам всё ещё не хватает. Улучшенный новый танк Т-34-85 мещает 5 человек, но большинство экипажей под моим командованием состоит всего из 3 человек. Чтобы быть полностью эффективным, экипаж должен включать механика водителей, пулемётчика, наводчика, заряжающего и командира. Ну, короче, не хватает членов экипажа, и мне дали разрешение переводить солдат-добровольцев из пехоты в танкисты. Понятно всё. Короче, нет экипажа и быстро обучают людей в танкистов. Ну, давайте заценим. Так, начинаем миссию. Вроде танк движется достаточно неплохо. Мне нравится. Понятно, справа состояние здоровья танка. За ручьём? А где? Ага, вижу. Один готов. Другие идут. Отличная стрельба. Кеша он подбил. Он подбил, оказывается. Двоих подбил. Что ж такое тут? Это очень хреново, если честно. Не очень разворотливый танк, если честно. Так, что нас впереди-то ждёт? Так, пулетюмёт автоматически будет стрелять. Ну, допустим. Смотрите их сколько. Пипец. Да, отличная-то отличная, но сколько их тут едет? Блин, вы мне перекрываете, ребята. Смачи его! Просто обстрел. Смачи, товарищи! Ты будешь кричать, кайф, китлер, потом! Спасибо! Да, конечно, озвучка. Топовая абсолютно. А, вот он. Ещё один. Слушайте. Неплохо, неплохо. По кому ты стреляешь? А, вон, смотрите. Там в плавь кто-то идёт. Ну, ладно, короче, идём дальше. Смысл на эту пехоту вообще что-либо тратить, непонятно. Ну, хотя, слушайте, пехота тоже может подорвать так мотиво, мне кажется. А, с пистолета. Да, чувак, с пистолета здесь нереально что-либо сделать. Так, ну, немножко голова, конечно, кружится, когда управляешь такой махиной. Хотя, в целом... Да подожди, чувак. Тебе это понравится, фринц. Прикольно, когда они из танков вылезают. Смотрите. С горящих. Такие, знаете, киношные сценки. Вот я уже не раз говорил, что... Call of Duty прикольно показывает. Такие моменты. Отличная стрельба! Ну, чувак. Мне просто перегородилось всё вообще. Как тебе это понравится, фринц? Ты будешь кричать казни, если я потом? Да будет, будет, конечно. А кто? Ну, я стараюсь сманеврировать, но... Если честно... Да подожди, блин. Не развернуться вообще этим танком. Ни разу. А кто стреляет-то? Всё вроде бы. У меня один выстрел, и всё, я труп. Чё за задание у нас? Добраться до окрестностей в следующий порт. Ой, я не уверен, что я доберусь. Мне кажется, каранты. Давайте я сохранюсь, конечно. Слушайте, а я добрался. Я реально добрался. Ох, на последнем реальное издыхание. Ну, что я могу сказать. Реализовано управление танком, в принципе, неплохо. Но, если честно, он крайне неповоротливый. Ну, сама стрельба достаточно приятно сделана. Так что, в целом, я надеюсь, сейчас я и второй уровень пройду. Уничтожить зенитки. Осталось две штуки. Давайте постараемся. А где они тут? О, дамаг, кстати, разрушается. Зацените. А здесь в дамаг кто-то сидит. Между прочим. Давайте разрушим. Прикольно. Прикольно. Разрушаемость объектов. Ну, здесь я плохо очень сыграл. Опустил попадание. Есть пробитие, как говорится. Надо было сыграть, конечно, более... Ну, поворачивайся-то, блин. Вот про что я говорил. Крайне неповоротливый танк. Это фриц? Ну, допустим. Ну, хреново, хреново я прохожу. Так, чувак. Ну, ты че? Блин, он все время еще застревает. Ну, все, я остался один. Ну, очень плохо. Очень плохо сыграл. Нужно признать. Давайте еще раз. Сразу же обстреляем дома. Так, двигаемся дальше. Ну, вот здесь хорошо. Двигаемся дальше. Блин, по-своему как бы не задеть. Отлично. Где-то еще танк есть? Кому ты стреляешь? Блин, они и расхерачили. Я в одиночку теперь. Ох. Ну, мне это не нравится, честно. Без подмоги-то. Не знаю, насколько пехота здесь опасна. Я думаю, не очень сильно. Так, второй танк где? Я по-аккуратному буду. Выходить. Понемножечку. Вот еще один. Ты будешь кричать Хай Гитлер в воду! Ну, давай, давай. Выходи на меня. Я подожду, пока третий сейчас танк на меня выйдет. Он что-то не хочет выходить. Зато вот эти ребята по скрипту выбежали. Ну, окей. Если честно, я не вижу танка. Какой же ты крайне неразворотливый, если честно. Понятно. Ну, допустим, окей. Ну, допустим, окей. Нас подбили. А кто? Все, вижу. Да, хреновая стрельба, на самом деле. Давайте пушку развернем. Развернем и танк. Здоровья практически нет, к сожалению. Ну, что, сколько нам еще ехать? Очень много, если честно. Так, ну окей. Здесь мы справились, допустим. Но, опять же-таки. Так, ну давайте попробуем. Так, ну мы попали, окей. Не комментирую особо, потому что крайне сложно сейчас комментировать. Ну, пехота, по-моему, вообще, она... Так, отлично. Слушайте, одну зенитку мы все-таки подорвали. Может, у нас есть какие-то шансы? Не комментирую, потому что очень сложно, если честно. Слушайте, а вон она вторая, по-моему, зенитка впереди. Все, отлично. Две зенитки мы подорвали. Уничтожить противовоздушное оружие флагпанзер какой-то. Ну, давайте попробуем его уничтожить. Ну, понятно, он вдалеке там, по-моему, стоит. А там еще и танк едет на нас. Несколько танков. Ну, крайне сложная миссия. Я вам сразу скажу. Но привыкнуть, конечно, можно. К управлению и так далее. Так, ну, еще будут танки? Кто-нибудь видит танки? Я не вижу. Ну, может, вот оно. Орудие, которое нам нужно уничтожить. Ладно, пока не ясно. Давайте проедем немножко. Так, не объехать нам особо. Кто-то фаном стреляет. Но я не пойму, кто, если честно. А, все, я вижу. Я не знаю. Надеюсь, что справимся. Так, отлично. Ну, мы справились. Допустим. Движемся вперед. Каким-то чудом, на самом деле, у нас это получается. Где же это орудие-то? Хреново, когда не понимаешь, что это такое. Так, понятно, это наши. А это, кстати, вполне себе наши, по-моему, заехали. Я так понимаю. И ты один тут, приятель? Шалко, что ты один. Где же орудие-то, а? Ну, вдвоем уже не так, мне кажется, страшно. Хотя, одному мне, по-моему, удобнее расправляться с фрицами. Так, ну, это ж не может быть это. Ну, понятно. Ладно, ищем. Судя по указаниям карты, это где-то вон там он там находится. Мы не можем здесь пройти, болван! Судя по указаниям карты, это где-то вон там находится. Ха-ха. Окей. Подожди. Посмотрите на вот это вот. Как они зависли. Как в матрице. Подожди, допустим, ты не можешь здесь пройти. Повернись нормально. То есть, вот это надо уничтожить. Или что он предлагает? Отлично. Наконец-то. Шикарно, слушайте. Ну, давайте на этом остановимся. Если честно... Ох, у меня, если честно, управление такое даже замутило. Голова немножко закружилась. Не знаю, мне, если честно, не очень понравилось. Поначалу было прикольно, потом... Потом-потом как-то, ну, непривычно. По сложности это вообще практически не сложно. Короткие миссии. По-чисто сценически, да, прикольно. Тут ничего не скажешь. Ну, а сами такие миссии, по-моему, такие, знаете, весьма проходные. Ну, вы можете свой комментарий оставить под видосом, написать. Вообще, понравилось вам в свое время вот танковые миссии в Call of Duty. Ну, по-моему, так себе. Ну, чисто разбавить геймплей, да. Но как передвигался танк, повторюсь, у меня аж башка закружилась. Так что, ну, такой на любителя, мне кажется. Если не согласны или, наоборот, согласны. Ну, в общем, оставили свое мнение. Подписывайтесь. Впереди финал, развязка. Интересно будет посмотреть.